В этом году военному оркестру Саровской дивизии Росгвардии исполняется 70 лет. За это время много раз менялся состав, но качество исполнения и боевой дух остались прежними. Несмотря на творческий уклон участников коллектива, они так же, как и остальные военные, несут службу, ходят на занятия по боевой подготовке и сдают нормативы. Согласно программе подготовки и занятия ежедневно на оркестре, это его основная задача и основная функция. Ну, помимо этого, занимаем, соответственно, согласно боевого расчета, место в боевых порядках воинских частей. Главная задача – музыкальное обеспечение воинских ритуалов и событий. Также коллектив регулярно выступает на городских праздниках, участвует в конкурсах и фестивалях по всей стране. В прошлом году оркестр записал композицию в рамках проекта «Десять песен атомных городов». В позапрошлом выезжал на День флота и День города в Архангельск. Стать участником коллектива могут и представители гражданского населения. Все претенденты проходят тщательный отбор. В своем выборе руководители ориентируются на их пригодность к военной службе и музыкальные данные. В оркестр набираем мы в основном на военную службу по контракту. Но, конечно, определенно есть с этим затруднения. Поэтому один из вариантов, как люди попадают на службу в оркестр, это приходит еще в допризывном возрасте, с 14 лет, набираем воспитанников военного оркестра. То есть это допризывная молодежь, желательно уже с музыкальной школой. Сейчас в составе оркестра 13 музыкантов. Объединяет их одно чувство патриотизма и любовь к прекрасному. Александр Курносов – солист коллектива на протяжении последних семи лет. Еще в детстве о службе знал не понаслышке. Отец был военным, именно он отвел юного сына в музыкальную школу. К 75-летию победы Александр записал авторскую песню «Ну, здравствуй, дед», которую посвятил тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами. «Повествование о том, что у них был дед, и вот во время Великой Отечественной войны он пропал, то есть без вести пропавший. И они много лет его ищут, отправляют запросы по всем архивам страны, но тем не менее никакого ответа нет. И у нас сейчас век интернета, и вот строчка интернета, случайно набранное имя, да, рассказывает главному герою, где он находится, дед». В репертуаре оркестра есть и народная музыка, и современные произведения в новой обработке. Но военно-патриотическая песня всегда в приоритете. В Саровской дивизии Росгвардии без нее не обходится ни один праздник. Военный оркестр всегда готов дарить положительные эмоции и поднимать боевой дух солдат и офицеров.